здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания оля мы работаем со всеми регионами и создаем условия когда вашим кредиторам станет выгодно отказаться от претензий работаем с любыми организациями с банками с микрофинансовыми организациями с онлайн займами и с коллекторами условия нашей работы вы можете узнать посетив наш сайт ссылочка на сайт есть в описании любого ролика этого в том числе также для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка вот она посмотрите видео на сайте друзья но я категорически рекомендую всем особенно тем кто недавно оказался на нашем канале прослушать этот ролик автору сразу огромное спасибо ролик можно в принципе обозначить как учебное пособие для сомневающихся для тех кто не понимает на чьей стороне правда я очень много рассказывал о том как банки плевать хотели на закон здесь простой человек не обремененный как я понимаю юридическими амбициями совершенно спокойно как вы поняли просто подготовившись ситуации может быть на нашем канале взявший информацию берет и вот в лепешку просто раздавливает вот этого вот недоучку но кто идет в тинькофф недоучки которые не понимают как себя эксплуатировать в этой жизни хоть и молодые но безнадежные я предлагаю всем послушать и благодарю автора за этот ролик поехали дала по порядку здесь пожалуйста полностью ваша фамилия имя отчество фатьяна стояла с андрич меня зовут хорошо юридический адрес банка юридический адрес банка вам нужен не знаете что это такое а для чего он вам нужен потому что я вам вопрос задал вы звоните мне с мобильного номера есть большие сомнения что вы с банка звоните может используя петель фоне ваш оператор просто не определяет мобиль наш минута что вы говорите вот свои номера определяют а ваш вот никак не определяет непонятно петель фоне используется до банка может быть голубинная почта использоваться еще раз повторяю ваш номер у меня определяется как мобильный банки с мобильных не звонят поэтому у меня и вот возникли вопросы и сомнения что может быть вы не из банка поэтому я вам задам ряд вопросов части верификации будьте добры и ответьте мне на них а я отвечу потом на ваши то есть вам нужен юридический адрес и не только это вопрос номер два всего у меня их 5 всего пять вопросов саммиром алвакаламский проезд город москва индекс дом 10 строение 1 еще индекс вам нужен еще наверно я же как сказал юридический адрес до индекс 123 060 я могу смс-сообщение с точным адресом отправить если вам требуется нет смс-сообщением не надо для меня вот крайне удивительно вот я вел переговоры с банком и мне как показалось мы обо всем с банком договорились части именно диалога то есть это письма через почту россии с уведомлением я запретил банку осуществлять звонки делать какую-то рассылку ну что тут может быть непонятного то есть вы запретили это делать вы решили раз отправлять не ни один это не запрос какой-то да и не требования это просто мы с банком договорились что значит взаимодействие будет осуществляться наиболее удобно для меня и для банка способом именно через почту россии на почему не хотите по телефону общаться потому что не хочу еще раз говорю поступает очень много блоков сейчас ракета очень сильно мошенничество знаете но чем заключать сейчас мошенничество но новому году и подождите в чем заключается звонят люди говорят там информацию как-то людей запутываю до ложную информацию представляет вам доступны там всякие варианты переводов карты на карту люди переводят деньги оказывается они перевели мошенникам а я вот не хочу на их место оказаться понимаете так вы же будете платить по своему номеру договора по своей карте вы же не куда-то будет еще раз это мы просто говорим про тинькофф да банк тинькофф а мама из других банков звонки поступают я не намерен вам отличать на эту информацию откуда вообще мне поступают либо не поступают звонки это некорректный вопрос задали касательно по тинькофф у меня с ним договор то нет но это его договорами ну в прямом смысле молодой человек договора у меня с тиньковым нет у меня были когда-то договора с другими банками там действительно вопросов нет были договора которые уже закрыты так вы подписывали договор максим нигматович ну пришлите мне тоже не заговора даже есть фотография где вы стоите с заявление анкеты подписаны вами ну так это не подождите умеющую процедуру верификации не прошли для того чтобы диалог был какой-то более-менее развернутый предмет я пока еще не уверен что вы из банка назовите пожалуйста номер и число вашей доверенности в рамках которой вы действительно уполномочены вести переговоры клиентами банка ну вот доставлю банк учеников право надо обрабатывать ваши персональные данные подписав кредитный договор значит твоим своим письмом от 20 июня банк подождите да причем здесь это предоставляет я еще раз говорю да может быть я не уверен что вы из банка вы можете понять меня или нет но почему вы не уверены то что из банка звонок он поступает вот вы жгете короче блин вообще а почему мне звонит человек с мобильного номера выходной день я должен верить только потому что вы так сказали почему вы не должны верить да потому что почему вам из банка она поступает потому что хотя бы позвонили с номера телефона который указан значит либо на карте либо на информационном ресурсе банковском номера телефонов которые указаны вы звоните с мобильного номера поэтому у меня сомнения возникают но представители банка в праздновании с вам своим клиентам том числе с мобильных номеров законно разваляет то есть не запрещает этого делать да ладно почитайте 230 федеральный закон и там вы все увидите но вы хотя бы подтвердите мне информацию кроме того что вы ну я вот вам звоню и вы должны мне поверить ну не должен вообще-то вы процедуру верификации давайте пройдем мы побеседуем я вам сказал ответьте на все ваши вопросы но вы убедите меня что вы не мошенник то есть вы сомневаетесь что вам из банка совершенно верно совершенно верно вот касательно писем который мне банк присылает мы его договорились банком что будем осуществлять переписку вот по письмам там вопросов нет по выпискам который банк присылает мы же договорились банк присылает и желает вопросов я здесь не вижу ответы банк мне прислал они конечно в части а пунктов меня не устроили но тем не менее переписка ведется с банком и поэтому вопросов у меня не возникает а вот звонок выходной день мобильного номера и человек явно либо не хочет либо не может пройти процедуру верификации и вы считаете что после этого я должен верить что вы не мошенник а вы почему вы думаете то что выходные дни вам нельзя звонить нет можно можно ради бога можно но представитель банка который звонит номера банка и проходит процедуру верификации без проблем я не против я не против вести диалог конструктивный с банком я только за вы пройдите процедуру верификации мне есть пять вопросов которые я не придумал сам мне предоставила служба безопасности банка тинькофф эти вопросы банк тинькофф кстати если вы не в курсе а он сам кстати обеспокоен и заинтересован в информационной безопасности своих клиентов я обратился в банк мне предоставили пять контрольных вопросов которые есть целью обеспечения информационной безопасности я должен задрать якобы сотруднику еще он проходит то это специалист если нет это не специалист еще вот у нас осталось сами три вопроса если вы их озвучите мы продолжим диалог я слушаю номер вашей доверенности и число от какого числа вам выдана доверенность на осуществление взаимодействия с клиентами банка от лица банк сейчас я уточню этот вопрос да пожалуйста да 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 Спасибо. Спасибо. – Ну это я вас слушаю. – По поводу доверенности. – Да. – Сотрудники банка специально-то доставляют интересы банка. И действуют от его лица. То есть, у меня лично доверенности они тут. То есть, она есть у банка. – Ну нет. Молодой человек, смотрите, я тоже, как бы, не ваша, не работаю, И по долгой службы взаимодействую с государственными органами в том числе. И когда меня приглашают в работе в какой-либо комиссии, первое дело перед тем, как даже поздороваться, представители государственных органов просят, чтобы я им показал доверенность. Понимаете? Потому что руководитель предприятия, он не может все бросить и по каждому вопросу в каждой комиссии участвовать лично. Поэтому он делегирует полномочия своим сотрудникам, как правило ключевым сотрудникам. И вот вы тоже, взаимодействуя с клиентами банка и действуя от лица банка, действуете прежде всего на основании доверенности. И вот для того, чтобы удостовериться, что вы действительно сотрудник банка, назовите, пожалуйста, номер своей доверенности. У меня есть номер свой личный 61811. Вы можете по телефону горячей линии позвонить и уточнить, что такой сотрудник с таким инфекционным номером существует. Ну а мне это зачем? Звонить, узнавать. Это элементарно делается. Я же говорю, я получил консультанцию от банка. И мне в принципе все доступно объяснили, как действуют мошенники. Вот понимаете, даже вот я сейчас могу позвонить в ваш банк, узнать у любого сотрудника его имя, фамилия, отчество и номер вот его вот этого внутреннего номера. Получив эту информацию, я могу кому угодно перезвонить, представиться его фамилией, имя, отчество и назвать его идентификационный номер. Ну это же элементарно. И вот на основании этого у меня возникают большие сомнения. Понимаете, у вас обязана в соответствии с законами о банках и банковской деятельности, да, на основании 230-го федерального закона у вас просто обязана быть это доверенность. Ну доверенность у банка имеется. Причем здесь у банка. У банка у него недоверенность вообще-то, у него устав. Доверенность должна быть у вас, от вашего руководителя непосредственно, который вам дает права. Взаимодействие сотрудники действуют согласно должностным инструкциям. Это ваша должностная инструкция внутренняя. Ну смотрите, должностная инструкция вашего, это внутренняя банковская, да, которая регламентирует взаимоотношения между вами и банком. Должностная инструкция. А потом, какой документ еще вы назвали? Трудовой договор. Опять же, трудовой договор между вами и вашим банком. Но я-то здесь при чем? То есть вас ответ не устраивает? Вам нужно номер... Да, мне нужен номер доверенности, от какого числа. Но предоставить я вам на текущий момент его не могу. Ну вот видите, вы уже не проходите процедуру юрифика. Но еще один остается у нас с вами. Да, слушай. Два вопроса. Вот. А кодовое слово, пожалуйста, назовите. И номер ОГРН и ЕГРЮ вашего банка. Что за кодовое слово? Молодой человек, вы что это? Я вам вот эти вопросы задал. Вы меня переспрашиваете. И вы потом у меня... Я вам не могу назвать кодовое слово. Ну, значит, положите трубку и все. И давайте мы с вами не будем такой, скажем, друг другу портить отношения, настроение в выходной день. Потому что, вот смотрите, по существу заданных вопросов, значит, и такой, скажем, чек-лист, который мне предоставил СББ, по существу заданных вопросов, вы не ответили ни на один. У меня сейчас есть те основания написать заявление в прокуратуру, в Роскомнадзор и в Центральный банк. Ну, это только в том случае, если действительно подтвердится, что вы тот, за кого у себя выдаёте, а не мошенник какой-нибудь. Максим Нигматулыч, я сотрудник банка. Я, как я уже ранее сказал, вы можете в этом убедиться, позвонив по номеру телефона, горячей линии. Ну, мне-то это зачем? То есть вы не хотите этого делать? Нет, нет. Мы с банком обощём совершенно верно. И по смс, и на электронную почту. Потому что я очень часто, очень часто не беру с собой ни телефона, ни компьютера, ни планшета, да, вот по долгую работу, так скажем, осуществляя свою деятельность. У меня нет возможности ответить на электронные сообщения, либо на звонки. И поэтому мы с банком же обо всём договорились. Банк присылает мне письма. Я шлю какие-то, если у меня возникают вопросы, в банк в письменном виде. И вы знаете, на протяжении полугода мне вот казалось, что это взаимопонимание между мной и банком было достигнуто. Мы общались, вот, а сейчас, вот, что-то вы мне звоните. Процедуру верификации, или звоните, прошу прощения. Процедуру верификации вы пройти не можете. По сути, у заданных вопросов ответить не можете, ни на один. И после этого вы хотите, чтобы я вам верил. Вот просто вот подумайте сами, оказавшись вы на моём месте, вы бы мне разве поверили? Максим Нембратович. А. То есть вы всё равно сомневаетесь, что из банка в банк поступает? Да, на 100% сомневаюсь, потому что, ещё раз повторяю, звоните с мобильного номера телефона. Процедуру верификации вы не прошли. Ну перезвоните по телефону горячей линии, Максим Нембратович. Да, ну мне это зачем? Потому что вам звонок поступает по причине неоплаты. Какой неоплаты ещё? Вашего минимального платежа? Нет, нет, нет. Не пройдя процедуру верификации, не значит, убедив меня в том, что специалисты, вы вообще не хотите предметно общаться? С вами конкретно да, потому что вы по существу не ответили ни на один вопрос. Вопросы эти не я придумал. Они прописаны. Можете меня, я не призываю вам не верить. Можете меня проверить. Подождите, пожалуйста, секундочку, не перебивайте. Я вас слышу. Да, можете проверить это в нормах действующего законодательства, в законах. И, кстати говоря, значит, экономической политики по экономической безопасности вашего банка. Я же вам не какие-то собственные тут требования сейчас выдумал и их выставил. Удостоверьтесь, почитайте законодательство, почитайте политику безопасности банка. И вам все станет понятно. Я вас понял. Этот дальнейший диалог не имеет с вами смысла, как я понял. Всего доброго. До свидания. Ну, просто да, вы подготовьтесь как следует. И, пожалуйста, ради бога, я открыт для диалога. Хорошо. Всего доброго. Пока. Алло. Всего доброго. Не, не, подождите. У меня еще вопросы остались, кстати. Если можно, да? Ну, задавайте. Ага. Ну, сделайте уж одолжение. Подскажите, а запись этого разговора ведется? Конечно, ведется. А на каком основании? На основании законодательства Российской Федерации? На какого? А на каком основании она не должна вестись, Максим Николаевич? На основании невмешательства в личную жизнь. Также, согласно Конституции, я имею право на тайну частной личной жизни, переписки и переговоров. И если эта запись идет, я вам настоятельно рекомендую ее удалить. Максим Николаевич, я вас понял. Вы основательно подготовились? Ну, на этом дело мы с вами закончим. В смысле, что значит основательно? Я, в принципе, конструктивно общаюсь всегда. Но я не верю, если вы об этом. Ну, наш с вами диалог значительно затянулся. Совершенно верно, да. Я тоже не вижу смысла. Всего доброго. До свидания. Пока. Отлично, друзья. И, как обычно, я утверждаю, что любой из вас может провести точно такой же диалог и в 10 раз лучше. Главное, не бояться. Главное, разобраться. Включить мозги. А те, кто этого не делают, трясутся в страхе. Вот и все. Страх порожден простым незнанием, ленью человеческой. Боязнью даже что-то для себя узнать. То, что вдруг окажется каким-то таким шагом, поводом двигаться в лучшем направлении. Очень многие люди готовы сидеть в нищете, но лишь бы ничего не делать. Конечно, они не скажут. Да я согласен горы свернуть, лишь бы выбраться из этой нищеты. Но это все неправда. Очень много элементарно простых вещей, доказывающих аморфность наших сограждан очень многих. И вот эта вот кредитная истерика и кредитная эйфория и желание покупать телефоны дорогущие, с зарплатой минимальной, лишь бы перед кем-то там, извините за выражение, понтануться. Все это я расцениваю как какая-то болезнь, диагноз. А потом плакать, кричать, возмущаться. Ну хорошо, если вы купили телефон в кредит, либо взяли какой-нибудь денежный кредит. Но разберитесь в конце концов с ситуацией. Да, залезли в долги, но не надо бежать в другой банк перекредитовываться, не надо перезанимать деньги. Нужно разобраться, на чьей стороне правда. Элементарно, рычагов у нас законных гораздо больше, чем у банкиров. Если перестать бояться, можно сделать очень серьезные и подчеркну красивые вещи. Чем, кстати говоря, и занимается компания Лям, создавая условия, когда кредитор просто отворачивается от клиента. А знаете почему? Я сейчас не буду рассказывать историю, как это все происходит. Это вы можете узнать на нашем сайте, посмотреть видеопрезентацию. Она есть на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании ролика. Ну и вот в правом верхнем углу видеотрансляции. Посмотрите, все поймете. На самом деле банк с легкостью отказывается от людей, которые демонстрируют компетентность юридическую или же появляются, как говорится, в поле их зрения под опекой высококлассных юристов. Отворачиваются банкиры, потому что понимают, что в поле-то не пахано. Вокруг в стране очень много людей, которые готовы отдать последнее, лишь бы им, допустим, не звонили, лишь бы не беспокоили, лишь бы не портили им настроение. Вот я лучше буду вставать с утра на работу, пахать на этой работе, как проклятый, отдавать большую часть денег, заработанных в банк. Ну ладно, как-нибудь с хлеба на квас перебьюсь и все. Да, выбор каждого. Но вот понимаете, приходится констатировать, из тех людей, кто на нашем канале, постоянный посетитель, гость, подписчик. Друзья, не удивляйтесь, на сегодняшний день, на 15 апреля 2018 года, больше 40, 43 тысячи подписчиков, да, это капля в море, песчинка на огромном пляже по расчету того, что сколько людей просто элементарно даже не понимают, что происходит. И заявляю я это со всей ответственностью, потому что ежедневно на канал подписывается более 100 человек. Это вы видите, вы можете проследить динамику роста под пищем. И всегда приходится мне и моим помощникам отвечать на, казалось бы, уже совсем банальные вопросы. Что делать, если угрожают выездной группой? Как ответить коллектору, который говорит, что посадит всю мою семью? Ну, или еще круче, да? Вы думаете, этого не происходит? Вы думаете, это уже в прошлом? Нет. Пугают тем, что заберут детей. Пугают тем, что пишут сами коллекторы имущества без всяких судебных приставов. Пугают чем только не пугают. Люди верят, люди отдают последнее. Вместо того, что просто взять и задуматься. Грустно, обидно. Ну что, у каждого повторю свой выбор. Друзья, я надеюсь, те, кто нас слушает, уже давным-давно разобрали ситуацию. Если вы этого еще не сделали, срочно подписывайтесь на канал и слушайте, слушайте, слушайте. Это такой ресурс, который в такой вот развлекательной форме дает возможность изменить полностью мировоззрение ваше. Проверьте, если не верите. Ну, а я желаю вам счастья. Поставьте лайк обязательно этому ролику. Поделитесь как можно большим количеством людей этим роликом. Это действительно учебный материал. Так можно легко делать. И здесь никакого блефа нет. Это все действительно допустимо. Ну и, конечно, друзья мои, обращайтесь, если вам нужна юридическая защита к нам. Еще раз повторю, ссылочка на сайт есть в описании любого ролика этого в том числе. Также для вашего удобства там выходит кликабельная подсказка в правом верхнем углу видеотрансляции. Посмотрите видеопрезентацию на нашем сайте, вам все станет понятно. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. Жду лайки, комментарии. С вами был Кузнецов Дмитрий. Спасибо огромное автору. До свидания.